Приветствую зрителей своего канала. Сегодня у меня будет небольшой обзор товаров с сайта iHerb. Это будет такая сборная солянка из средств, которые я уже опробовала неоднократно, которые произвели разные впечатления на меня. Кое-что из этого я категорически не порекомендую, кое-что я настоятельно советую. Начну я с вот такой-то палетки теней, которая пришла мне недавно от фирмы BIS. Это полностью матовые тени. Сейчас я вам покажу. Она приходит вот такой коробке пластиковой в открытом виде. Также цвета здесь заклеены вот такой пленочкой. Ну и теперь о самих цветах. Они все матовые, за исключением одного, который матовый, но с небольшим сатиновым шиммером. Это вот этот цвет. Небольшой такой легкий-легкий, совсем еле заметный блеск. Даже не знаю. Скорее всего, камера это не передаст. Здесь есть такое зеркало. Но зеркало, скажу вам сразу, ужас. В отзывах многие пишут, что эти тени сильно пылят. И я могу сказать, что это действительно так и есть. Их нужно наносить достаточно аккуратно, чтобы просто не создать эффект запыленных тенями глаз со всех сторон. Но при этом, если их наносить на базу под тени, они достаточно неплохо ложатся. Пигментация довольно-таки средняя. Но опять-таки, если использовать на базу, то она усиливается. Сейчас я вам покажу сводчины на эти тени. Первый это белый цвет. Потом вот такой персиковый. Ближе к телесному. Вот даже сейчас видно, в принципе, что тени не ровно легли, а как бы такой пудрой. То есть, вот при растушевке они растушевываются. Вот такой слегка рожеватый коричневый. Уже более такой насыщенный цвет. Он называется, кстати, карамель. Вот он тоже довольно-таки блеклый. Ну, в общей гамме смотрится неплохо. Кстати, все цвета очень носибельные. То есть, они здесь нет каких-то рыжих или там слишком темных. То есть, для дневного макияжа я считаю, это просто идеальная палетка. Цвет дример. Такой сероватый. Серо-коричневый. Я думаю, он, кстати, подойдет для контуринга. Для людей с холодным типом кожи. Fairless. Тоже темный цвет. Цвет Wonder. Розовато-коричневый, я бы сказала. Цвет шоколад. Ну, прям-таки шоколад-шоколад. Цвет эспрессо. Кстати, не очень хорошо переносится. Интрига. Это прям черно-коричневый. И классический черный цвет, который называется Sot. И вот посмотрите. После того, как я сделала свотча, можно увидеть, что тени достаточно такие сыпучие. Как раз-таки это говорит о том, что они пылят. В целом, тени неплохие. За свою цену. Тем более, здесь 12 цветов. Как я уже сказала, цвета эти все очень повседневные, носибельные. Такие неброские. Тени действительно матовые. Найти палетку именно с такими цветами, с подборкой таких цветов, достаточно сложно. Поэтому, в любом случае, я могу рекомендовать тени. Следующее, это то, что мне не понравилось. Это минеральная пудра от Physicial Formula. Вот так она выглядит. То есть, она такая неоднородная. Здесь цвет более темный, бежевый. И здесь совсем такой светлый, желтоватый. Но при смешивании получается вполне такой естественный, телесный оттенок. С желтым подтоном. Состав у этой пудры, на удивление, очень хороший. Тем более, я искала минеральную пудру именно в виде компактной. Я надеялась, что таким образом ее можно будет спокойно носить с собой. А использовать со спонжем. Но я очень сильно ошиблась. и очень сильно разочаровалась. Довольно-таки плотное покрытие. Сейчас я вам покажу. Ну, как и все минеральные пудры, она, конечно, немного пылит, но это не критично. То есть, вот, ну, я не знаю, насколько видно. Но могу сказать, что покрытие у нее по сравнению с другими минеральными пудрами, которые я пробовала, очень и очень плотное. То есть, она способна перекрывать различные недостатки, пигментные пятна. И когда вы ее только наносите, у вас реально создается эффект фотошопа на лице. То есть, она сглаживает все неровности, все поры. И ты думаешь, вау, какая крутая пудра. Но что происходит дальше? Если у вас кожа склонная к жирности, комбинированная, жирная, то буквально через час, может быть, от силы два, эта пудра просто проваливается в поры. Она начинает менять цвет. То есть, если изначально, когда вы ее наносите, она подстраивается под оттенок кожи. И все это выглядит довольно-таки гармонично и носибельно. То буквально через пару часов просто вы видите вот эти куски вот этой пудры, скатавшейся на вашем лице. и если вы попытаетесь повторно что-то ее сверху там припудрить или нанести, вы просто размажете эту кашу и будет еще хуже. То есть, повторно использовать ее еще раз просто невозможно. Потому что она вообще ложится просто ужасно. Она размазывается, она не втирается, она лежит какими-то кусками на лице. Если вы обладательница нормальной кожи, то возможно вам эту пудру можно попробовать. Если же у вас жирная кожа, то я вам категорически ее не советую. Давайте покажу упаковку. Вот здесь зеркало. Вот здесь отсек, где лежал родная кисточка, но она, естественно, отвратительная. Я ее сразу выкинула и положила сюда спонж. Но спонжем пользоваться невозможно. Все-таки лучше наносить ее кистью. Упаковка довольно-таки дешевенькая. Надпись, которая здесь была быстро и очень стерлась. Эту пудру я однозначно не рекомендую. Далее хотела бы рассказать об одном из эфирных масел от компании Now. Мнения тут разделились. Кому-то эти масла от этой фирмы нравятся, кому-то категорически не нравятся. Я заказала масло лайма недавно. Запах у этого масла очень насыщенный. То есть по сравнению с, допустим, маслом, которое я заказывала с аромазон, этот запах более насыщенный. То есть он более яркий, более стойкий. А аромазоновское масло более легкое, такое летучее. Запах практически не держится ни в каких средствах. То есть вдыхнул и все, и забыл. Этот запах он стойкий, но в нем есть такая явная примесь какой-то химозности, причем на уровне какого-то бензина. я не знаю насколько оно натуральное, но этот запах меня очень и очень смущает. То есть вроде бы это лайм, но вот какие-то нотки прям-таки чего-то химического. Поэтому, конечно же, для кожи я это масло использовать не буду. Она у меня пойдет на ароматизацию помещения, ну, может быть, средство для волос. И к покупке я его тоже советовать не могу. И последнее, о чем хотела бы еще раз рассказать, хотя я уже рассказывала в одном из предыдущих отзывов, но все же я хотела бы акцентировать внимание на этом продукте, потому что, наверное, из всех бадов, которые я покупала на iHerb, этот просто мой must-have навсегда. Это не только теперь мой must-have, но must-have всех моих родственников и всех моих знакомых. это витамин С. Ну, вроде бы, казалось, обычный витамин С, только в необычной форме. Это эстер С, это аскорбил, фосфат, кальция. Плюс также здесь содержатся биофлавоноиды и рутин. Эти вещества, они содержатся с естественным витамином С в природе, то есть помогают его усвоению. Этот препарат, если вы начинаете его принимать при первых симптомах простуды, он реально просто вас спасает. Это я говорю однозначно, это проверено не только мной, это проверено многими людьми из моего окружения, и это действительно работает. Принимать его нужно в дозе от 1000 до 2000 миллиграмм за день, но, то есть, это именно вот в те дни, пока вы ощущаете какие-либо симптомы простуды. Вообще, стандартная такая дозировка это 1000 миллиграмм, но если вы заболели, уже так конкретно, то можно принимать до 2000 миллиграмм за день. Лучше это делать не сразу 4 таблетки за раз, так как здесь до 500 миллиграмм, а разносить эти приемы в течение дня, то есть, так он будет лучше усваиваться и лучше работать. Если вы пьете его для повышения иммунитета, то лучше всего его комбинировать с пеколинатом цинка. Вместе они работают еще лучше. то есть, пожалуйста, возьмите на вооружение, я действительно просто от всей души вам рекомендую попробовать этот препарат и иметь его всегда в своей аптечке вместо всех этих вирусных препаратов типа КГцелла и тому подобного, потому что они реально не работают. Но стоят они намного дороже. Это был весь мой обзор на сегодня. Я надеюсь, что кому-то он будет полезен. Я прощаюсь с вами до следующих обзоров. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Игорь Негода